Если взять две какие-то крайние оппозиции, изобразительную и иллюстративную, допустим, вербальное и визуальное, то это вот две наших руки, правая и левая, ну или левая и правая, или две левых, у кого как. Интересно посмотреть, что происходит, потому что вроде это полная, ну так скажем, свобода, и все хорошо. С другой стороны, вы сейчас сами видите и замечаете, какой мощный всплеск правой половины, правая рука, типографика, она прямо поперла кругом отовсюду и в айдентике, и в упаковке, и в оформлении среди, и в диджитале, и прочее, прочее. То есть, если нам нужно решить какую-то задачу, ну любую, допустим, мы не будем больше никогда ничего рисовать, мы будем все только писать буквами и будем разговаривать. Ну вот, примем такую парадигму, условно говоря, можно, можно, вполне спокойно, и большинство так и делает. Хотя, кстати, здесь еще есть прелесть в непрофессиональности. Ну, можно рисовать, например, не учиться, буквы же легче гораздо ставить, можно даже взять чужие, это не зазорно. И все, что хотите, вы можете так вот легко изложить. Но если нам нужно каким-то образом транслировать вот такую идею, как мы это можем сделать? Как мы это делаем? Мы можем, например, это сделать изобразительными средствами. Что-то там написать, в смысле маслом, извоять, что-то нарисовать, и графическим языком донести эту идею. Мы этого не делаем нифига. Мы делаем вот так, конечно же. Потому что, если можно не рисовать, а можно писать, то мы все время пишем. Причем именно вот таким образом. Это же понятно, идея, чем больше строк можно получить из одного слова, тем лучше. Чем меньше букв на одной строке, тем лучше. Ну и так далее. То есть сейчас мы пишем исключительно вот так, правда? Нету никаких ни переносов, ни переходов, ничего. Это вполне себе такой нормальный тренд в нашей работе с буквами. При том, что, конечно же, ну не мы его изобрели. Понимаете, что все тут ноги растут из 16-го еще века. И вот они как растут, так растут, так они и выросли вплоть до наших дней. Правда? Это, так скажем, ну обычная нормальная субтрактивность в речи, да, когда мы каким-то образом интонируем определенным. Может быть, есть некоторые проблемы, что эта интонация почти у всех сейчас одинаковая. Ну, может, это и не проблема вовсе. И что происходит? Почему-то так круто. Это очень, как бы сказать, такое тщательное отношение к языку, к речи, к слову, к букве, да. Почему так вот странно происходило и так выглядело? Как бы у нас нету края, у нас нету конца строки. Мне так важно с вами говорить, что я сосредоточен, сконцентрирован на каждом слове, на каждой букве, то, что я произношу, делаю тщательное, с большой любовью. В какой-то момент у меня там лист закончился, началось, но не важно. Но мне очень важно до этого все до вас донести. Я очень волнуюсь. Каждое слово, одна интонация. Эта интонация понятна. Мы ее все, на самом деле, уже освоили. Есть же другая, правда, смотрите. В то же самое время мы делаем прямо наоборот. Противоположная тенденция. Вообще писать, да, вот все сплошняком. Такой вот хэштег один большой. Тоже модно, тоже трендово, тоже определенная интонация, тоже решает какие-то задачи. Причем, что любопытно, да, всегда забавно наблюдать в культуре, ну, и в индустрии, и в профессии, вот существование одновременно таких, как бы, совершенно противоположных тенденций, взаимоисключающих. Это же тоже все, да, не вчера родилось. Вот эта вот зашифрованность, да, когда еще там в 14 веке писали, набирали без пробелов, без знаков, там, каких-то припинаний сейчас принятых у нас. Вот это имеет отношение, знаете, как это называется? Серебро набора, вот. Очень красиво, прям все так журчит, речь льется, струится, читать, правда, трудно. Но мы подразумеваем, что это не для всех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok